Давайте сравним теперь поведение левый и правый сверток на бесконечных списках. Оказывается, поведение различное. Левая свертка плохо ведет себя на бесконечных списках, а правая хорошо. Давайте посмотрим, почему это происходит. Перед нами определение левой свертки. Поскольку список у нас бесконечный, то он никогда не является пустым, поэтому первое уравнение ни для левой, ни для правой свертки никогда не достигается. Все время работает только второе уравнение. Если мы внимательно посмотрим на второе уравнение для левой свертки, мы обнаружим, что в правой части левая свертка сразу же вызывает себя. Это означает, что головной редекс, который в Хаскеле всегда и вычисляется, содержит рекурсивный вызов функции. Поэтому левая свертка все время будет подставлять определение функции fold, которое опять на первом месте содержит определение функции fold, и этот процесс никогда не остановится. В противоположность этому правая свертка устроена немножко по-другому. То уравнение, которое используется для бесконечных списков, второе уравнение, выглядит по-другому. В головном редексе у нас находится сворачивающая функция f, поэтому после первой же редукции, после первой подстановки, у нас правая свертка дает поработать функции f. Функция f это функция двух аргументов. И если f оказывается при каких-то значениях первого аргумента не строгой по второму аргументу, то есть игнорирует свой второй аргумент, тогда вычисление функции завершается, и правая свертка на бесконечном списке вполне способна остановиться. Давайте посмотрим на пример. Мы с вами помним библиотечную функцию any. Ее можно реализовать через правую свертку. В реализации через правую свертку выглядит следующим образом. Функция any, как вы помните, принимает в качестве аргумента предикат и список. Здесь бесточечное определение, а в левой части присутствует только предикат, список нам будет не нужен, потому что фолдер тоже в качестве последнего аргумента содержит список. В качестве инициализирующего значения для функции any, того значения, которое будет у нас использоваться на пустом списке, используется false, в полном соответствии с тем, что функция any должна делать. Она должна возвращать по списку булевых значений, если в списке есть хотя бы один элемент, предотвращающий предикату истины, в противном случае ложь. Дальше функция фолдер делает следующее. Она в качестве сворачивающей функции использует вот такую вот лямбду. Я напомню, что сворачивающая функция всегда функция двух аргументов. Первый аргумент связывается при вызове функции фолдер с текущим элементом списка. Второй аргумент связывается с хвостом списка, с отложенным вычислением этой функции на хвосте списка. Здесь у нас второй аргумент b присутствует слева от оператора. Что касается первого аргумента, элемента списка, то к нему применяется наш предикат. Если предикат является ложным, то у нас работа нашей функции any, работа нашей свертки продолжается. Если мы посмотрим на определение функции или, то она устроена таким образом, когда ее первый аргумент false, то у нас ее значение является значением второго аргумента. Если же у нас предикат на каком-то из элементов выполняется, то тогда происходит следующее. Вычисление левого аргумента оператора логического или дает нам значение true. Когда у или левый аргумент принимает значение true, то определение оператора или говорит, что в этом случае возвращается истина, при этом второй аргумент игнорируется. В нашем случае второй аргумент, это незаконченное вычисление нашей свертки на хвосте списка, но поскольку в данном случае этот аргумент игнорируется, то вычисление останавливается. Таким образом, функция any на бесконечном списке ведет себя следующим образом. Ну, естественно, это реализация функции any, но и любая другая разумная реализация тоже. До тех пор, пока предикат на списке не выполняется, у нас вычисление продолжается, продолжается проверка списка. Как только находится элемент списка, на котором предикат выполняется, так функция any возвращает нам значение истины. Ну, это естественное поведение функции any на бесконечном списке. Она должна найти, если в списке элемент удовлетворяющий предикату. Ясно, что если таких элементов нет, то есть если таких элементов нет, то функция должна продолжать просматривать список до бесконечности. Она в этом случае расходится. Если же хотя бы один элемент нашелся, то тогда возвращается значение истины.